Здравствуйте, друзья! С вами программа «Книжный бум» и я, ее ведущая, Татьяна Соловьева. Наступил апрель, и сегодня я вам расскажу о пяти книгах, которые стоит прочитать в этом месяце. Я начну с моей любимой книги «Мой брат Уолт Дисней». Я как-то рассказывала вам, что я безумно люблю графические романы. И графический роман — это не комикс, хотя построен он таким же образом. Картинка, текст. Но здесь настоящая история, она длинная. И это история жизни великого волшебника Уолта Диснея. Его история успеха всегда вдохновляла меня. Эту книгу написал молодой парень, который увлеченно читал именно мемуары брата. Не все знают, но брат Уолта Диснея принял непосредственное участие в создании компании. Они вместе ее создавали. Они вместе спорили и ругались. Уолт Дисней на страницах этой книги, вы об этом узнаете, был взбалмошным, был безумным, был мечтателем. Он был знаком с Чарли Чаплином. И, кстати, первый фильм «Белоснежка и семь гномов» был снят на деньги именно Чарли Чаплину. Он поверил молодому волшебнику, который в красках описал всю историю в течение нескольких часов и вдохновил других. Она имела колоссальный успех. И вместо того, чтобы отдать всем долги, ну и спокойно продолжить создавать там еще один анимационный проект, Уолт вкладывает деньги сразу в три новых проекта. А потом он решает создать программу. А потом он придумал парк. И ему постоянно не хватало денег. Он постоянно был в долгах. Но при этом не терял веры в себя. Эта книга именно расскажет историю успеха. Она цепляет. Я искренне надеюсь, что вам она понравится. Я хочу вам рассказать о новом романе «Салли Руни». Прекрасный мир. Ох, я люблю Салли Руни. Ее сравнивают с Элинджером. Ее роман «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями» — это бестселлеры, экранизированные бестселлеры. И вот «Прекрасный мир. Где же ты?» Мы погружаемся в историю друзей. Двух девушек, которые переписываются друг с другом, но они встречаются тоже. Они рассуждают о жизни. Они рассуждают о любви, о своем месте в этом мире. Молодая писательница, очень успешная. Она ознакомится в Тиндере с парнем и рассказывает своей подруге об этом. Эти герои тоже будут неотъемлемой частью романа. Он так и простроен в виде писем. В виде писем и размышлений. Тут будет и про успех, и про болезни, и про свое место. Чем интересна Салли Руни? Она пишет для тридцатилетних. Она пишет для того поколения, которое немножко потерялось. Оно успешное, но слегка инфантильное. И этим она цепляет. Прекрасный мир «Где же ты» — это умная, тонкая, свежая история о взрослении тридцатилетних. Наслаждайтесь. Рагим Джафаров — это один из моих любимых молодых русских авторов. Очаровательный парень. Если вы не подписаны на его социальные сети, обязательно подпишитесь и получите удовольствие от его тонкого юмора. И вот его роман «Марк и Эзра» — 2.0 версия, потому что это с продолжением книга, как раз отличается юмором. Он фантастический и необычный. Это история волшебной лавки чудес, которую управляет Марк. Давно управляет. Даже непонятно сколько. Он чопорный, он такой жуткий сноб. Он читает подшивки газет с семиселетней давности. К нему можно попасть в эту лавку из любой точки мира. Как это происходит, где-то в середине романа вам будет понятно. Хотя не до конца. Это тоже сделано специально. Эзра — его помощник. Он не всегда понимает Марка, а Марк очень часто шутит над Эзрой. Так вот, посетители приходят, чтобы исполнить свои мечты. И они исполняются абсолютно по-разному. Это приключенческая, динамичная история. Абсолютно фантастическая. В какой-то момент вы потеряетесь в этой лавке. В какой-то момент вы потеряетесь в истории. В какой-то момент Эзра, который будет стараться наладить свою личную жизнь, забудет вообще, для чего существует лавка. В какой-то момент ему захочется раскрыть историю, закрыть эту лавку. Короче, вы получите большое удовольствие, посмеетесь от души. Поэтому я очень рекомендую обратить внимание на эту книгу и на романы Ракима Джафарова. Не все в жизни можно просчитать. Именно об этом смешной роман «Фактор кролика». На первых страницах этого романа ухом кролика убивают человека. И это точно должно вас сразу же зацепить, и вы захотите прочесть эту удивительную историю. Главный герой всю жизнь связан с математикой. Обожает ее, и он все просчитывает в своей работе, личной жизни и так далее. Волей судьбы ему достается в наследство парк приключений. И здесь начинаются его приключения. Это будет и рэкет, это будут и странные дети. Я хочу обратить внимание, что парк приключений — это не парк аттракционов. Здесь немножко другая история. Хенри, главный герой этой книги, он теряет работу, и этот парк становится его отдушиной. Но здесь его математический подход к жизни ему отчасти и помогает, а отчасти и мешает. Она написана очень динамично, и она действительно заставит вас улыбнуться. Читайте «Фактор кролика» и попробуйте просчитать свою жизнь. И в заключении нашей программы я хочу вам рассказать о романе Джеффа Ротки «В Линклевуде гаснет свет». Здесь нужно чуть-чуть поведать об авторе. Джефф Ротки вообще сценарист. И написал огромное количество классных семейных комедий. Вы точно их смотрели, «Мой лохматый папа» и множество-множество его работ. Это первый его взрослый роман. И мне кажется весьма успешным. Ну, представьте себе, что живет в себе обыкновенная американская семья. Папа, у которого кризис среднего возраста, да заодно и творческий кризис. И он не знает, как жить дальше. Мама, которая воспитывает детей, потеряла себя в домашнем хозяйстве. И периодически выпивает бокальчик другой. Дети, которые не понимают, зачем им эти родители. И вот живет себе такая среднестатистическая семья. И вдруг случается апокалипсис. Выключается свет не только в их городе, но и во всем мире. Перестают работать все электронные устройства. И что же случится с нашей семьей? Как пережить апокалипсис? Возможно, винтовка на коленях и бутылка водки в багажнике поможет нашей семье. Ироничный, с нотками черного юмора, роман, который подарит вам веселое настроение на неделю, так точно. Эти пять книг. Я, Татьяна Соловьева, издательство Repo Classic. Рекомендует вам прочитать в апреле. Побольше вам веселых историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова